Здравствуйте! Вы смотрите новости Заречного. С главными событиями городской жизни вас познакомят корреспонденты нашей телерадиокомпании и я, Станислав Корякин. И вначале коротко о некоторых темах сегодняшнего выпуска. Бесплатное оздоровление. У зареченцев появилась возможность пройти курс лечения в городском санатории по полису обязательного медстрахования. Имеющие патологию центральной нервной системы, патологию периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата, заболевания сердечно-сосудистой системы. Первое знакомство. Творческая группа шестого благотворительного спектакля начала репетиции постановки. Девчонки, пошли, где я тут прививки, вот сюда придешь, вот тебе такая, ну ты с катальщик устроил, и... Песня, как учебник. Студенты Зареченского технологического института изучают английский по хитам Пресли и Меркьюри. Песня, как учебник. И теперь об этих и других новостях подробнее. Санаторий Заречье, бывший городской санаторий-профилакторий, осваивает новые направления работы – медицинскую реабилитацию. Муниципальное учреждение здравоохранения стало участником территориальной программы медицинского страхования, что расширило перечень услуг, оказываемых по полису ОМС. С подробностями Ксения Тризна. Физиопроцедуры, магнитотерапия, сухие ванны, иглорефлексотерапия – это далеко не полный перечень услуг, которые можно получить бесплатно в санатории Заречья. Учреждение, ранее известное как городской санаторий-профилакторий, в этом году не только сменило название, но и стало участником территориальной программы обязательного медицинского страхования. Теперь здесь будут заниматься медицинской реабилитацией целого ряда категорий граждан. Имеющие патологию центральной нервной системы, патологию периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата, заболевания сердечно-сосудистой системы, которые требуют длительного восстановительного лечения. Лечение, круглосуточное проживание, питание – и все это совершенно бесплатно по полюсу обязательного медицинского страхования. Чтобы получить путевку в санаторий, нужно обратиться к участковому терапевту или врачу-неврологу. Специалисты отправят на обследование и по его результатам дадут рекомендации. С полученным пакетом документов нужно будет явиться в санаторий. Пациенты приходят, мы рассматриваем здесь комиссионно, тоже показания и противопоказания, и даем какие-то рекомендации пациенту. После этого будет расписана программа реабилитации и определен список необходимых процедур. Средняя продолжительность лечения – 15-17 дней. Первые пациенты уже воспользовались возможностью бесплатно получить услуги санатория «Заречье». Ксения Тризна, Владимир Полищук, телерадио, компания «Заречный». Подготовка благотворительного спектакля «Помогите Айболиту» набирает обороты. В этом году постановка будет особенно знаковой. В России 2019-й объявлен годом театра, а в госкорпорации «Русатом» – годом здоровья. О медицине, здоровом образе жизни и еще о многом другом сыграют, споют, станцуют непрофессиональные артисты, чиновники, заводчане, руководители и сотрудники городских организаций и учреждений. Репетиционный процесс начался с читки сценария, рассказывает Светлана Теплухина. Под руководством режиссера актеры знакомятся с пьесой, которую им предстоит сыграть. Прежде чем выйти на сцену, исполнители читают по ролям и уже стараются поймать суть образов, найти для своих героев яркие краски. «Горло! У меня уфы! Давайте побери фон друг друга! Записываю! У павлина горло! А что это ты так выргелся-то? Не лето!» «Надоело быть простой серой мухой! Летать так летать!» Порядка сорока непрофессиональных актеров заняты в очередном, уже шестом благотворительном спектакле. На этот раз им предстоит сыграть комедию-фарс «Помогите Айболиту». В написанном Ириной Гордеевой уникальном сценарии от классического Айболита осталось только имя главного героя – вручевателя зверей. Зато появилось много примет современности, знакомых каждому с ситуацией. «Моментально явится часа через четыре, а вы дайте». Материал он сегодняшний, современный, про нашу жизнь, про наши какие-то недочеты, упущения, характеры, персонажи, образы очень хорошо, ярко выписаны. Есть что играть актерам. Организаторы обещают зрителям динамичное действие, неожиданные повороты сюжета, интриги, заговоры и даже бледно-оранжевую революцию. «Много действующих лиц и пьеса, она состоит из таких скетчей, диалогов чудных, смешных. Это как бы много подтекстов вкладывается, недоговорно. И вот, я не знаю, сейчас читаем, начинаем разводить первые репетиции, первые сцены. Ну, самим пока весело, смешно. Думаю, нормально, не потерять бы вот этот вот задор». Как всегда, актерам придется не только играть, но и танцевать, и петь. И все это в образах представителей фауны, населяющих фантастический лес. Участники спектакля уверены, что им удастся справиться со всеми поставленными перед ними задачами. «Потому что все мои дети в душе, и, скажем так, стать каким-то необычным персонажем в виде животного, я думаю, что мы справимся. Очень весело, очень смешно, когда мы меняем голоса, когда немножко даже дурачимся, и я думаю, что у нас получится. Я надеюсь, что у нас будет отличный спектакль, на который также придет масса людей из нашего города, что они поймут нас, поддержат нас». Тем более, что цель у актеров, как всегда, благородная – собрать средства для лечения тяжело больных зареченских детей. До премьеры шестого благотворительного спектакля остается 60 дней. Единственный показ постановки «Помогите Айболиту» состоится в вербное воскресенье 21 апреля. Светлана Теплухина, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный». Сразу после новостей «Заречного» смотрите в нашем эфире программу «Бегущая книга», подготовленную творческой группой программы «Территория культуры» Росатома. В общероссийский день библиотек в «Заречном» и в других городах атомной отрасли состоялся интеллектуальный забег. Библиотекари и волонтеры пробежали по улицам и задали горожанам вопросы на тему литературы. Тот, кто давал верный ответ и получал в подарок книгу. «Вас приветствует город Заречный Брендинской области! Ура!» Смотрите программу «Бегущая книга» о первой одноименной акции «Территории культуры Росатома» сразу после новостей на канале «Заречный». Зареченских старшеклассников приглашают на службу в МЧС. В рамках тематических встреч, переуроченных к Дню защитника Отечества, пожарные проводят профориентационные занятия со старшеклассниками. Об одной из самых сложных и опасных профессий старшеклассникам школы номер 220 рассказали представители Федеральной противопожарной службы номер 22 МЧС России. Встреча «Мужественные профессии» и «Профессия пожарной» проходила в форме активного диалога огнеборцев с подростками. Мероприятие преследует как бы две цели. Во-первых, в преддверии праздника Дня защитника Отечества дети нашей школы, старшеклассники, встречались с представителями героической профессии, с пожарными. И вторая цель – это профориентация. У нас во всех школах города проводятся данные акции, данные мероприятия, в рамках которых мы говорим о том, как можно поступить в учебные учреждения нашего ведомства. Не каждый человек сможет бороться с огнем и спасать жизни других людей, зачастую рискуя своей. Поэтому отбор в учебные заведения Министерства по чрезвычайным ситуациям довольно жесткий. И все же выпускники зареченских школ могут попробовать свои силы и поступить в Ивановскую пожарно-спасательную академию по целевому направлению. Если вы надумаете стать курсантами институтов, вузов МЧС России, вам нужно помнить о том, что поступая по направлению от нашего управления, по окончании учебы, вы стопроцентно обеспечиваетесь работой. По окончании вуза вам присваивается танк звания лейтенант внутренней службы. Специалисты Федеральной противопожарной службы номер 22 МЧС России подробно рассказали старшеклассникам 220-й школы о привилегиях курсантов пожарно-спасательных академий. Также ребята узнали, какими качествами должен обладать настоящий огнеборец и как войти в число обладателей героической профессии. Наталья Елистратова, Вячеслав Вертаев, телерадиокомпания «Заречный». Необычный метод изучения английского языка внедряют в Зареченском технологическом институте. Учебник там дополняют хитами Фредди Меркьюри и Элвиса Пресли. А экзамен на знание иностранного превращается в песенный конкурс. Ксения Тризма с подробностями. Бессмертный хит группы Queen исполняет студент Зареченского технологического института Михаил Поросков. Эту песню он выбрал для выступления на первом в учебном заведении музыкальном конкурсе «ЗТИ-видение». Михаила зазыпил текст. Это произведение об искренней дружбе и поддержке. От него ушла жена, но друзья у него остались. И то, что друзья всегда остаются друзьями, и несмотря ни на что, никакие предлоги и упреки. Основной целью конкурса стало погружение в языковой материал. Участники должны были исполнять песни только на английском языке. Для студентов это возможность изучить иностранную речь не только по учебникам, но и с помощью музыки. Все конкурсанты прошли строгий отбор. До финала добрались только пять исполнителей. С импровизированной сцены прозвучали песни короля рок-н-ролла Элвиса Пресли, композиции, ставшие саундтреками к фильмам и романтичные баллады. Зрители увидели даже целую сценическую миниатюру – взгляд студентов на службу в армии под известную песню группы «Статус-кво». Победителя первого конкурса «ЗТ и видение» выбирали члены жюри. Первое место досталось Михаилу Пороскову. Остальные участники получили призы в различных номинациях. Ксения Тризна, Владимир Полищук, телерадио, компания «Заречный». Зареченские школьники – лучшие баскетболисты Пензенской области. Команда школы номер 226 стала победителем 11-го регионального чемпионата школьной баскетбольной лиги «Кэсбаскет». В сезоне 2018-2019 годов в областных соревнованиях принимали участие 365 команд из 211 образовательных организаций. По итогам муниципальных соревнований в финал регионального турнира вышли 8 команд юношей и девушек из 7 общеобразовательных учреждений области. Зареченцы успешно провели все игры. В матче за первое место наши ребята встретились с баскетболистами из Каменки и одержали уверенную победу. Достаточно интересный турнир был. Много команд было и интересно было играть. Чистая заслуга команды, то, что поднимали друг друга на площадке. На тренировки мы ходили три раза в неделю, подготовились каждый день по полтора часа. Делали всякие разные упражнения и это нам помогло в победе на турнире. Мы целой командой благодарны тренеру за то, что он научил нас многим техникам, научил нас правильно бросать. Всегда нас подбадривал. Первая и самая трудная игра это у нас была с городом Пензе, школа номер 73. Остальные игры сложились более-менее удачно и ребята все игры выиграли с большим, можно сказать, преимуществом. Лучшим игроком финального турнира был назван представитель сборной закрытого города Дмитрий Бурлаков. Победители и призеры соревнований награждены кубками, медалями и дипломами, а также сувенирами и подарками от организаторов и партнеров чемпионата. Специальные призы вручены тренерам и лучшим игрокам команд-победительниц. Команда школы номер 226 получила путевку в финал чемпионата Приволжского федерального округа, который состоится в конце марта 2019 года в Нижегородской области. Напомню, социальный проект КС Баскет реализуется в России с 2007 года. Он нацелен на популяризацию здорового образа жизни среди школьников, создание условий для повышения уровня спортивного мастерства тренеров, игроков и школьных команд, улучшение материально-технической базы общеобразовательных школ страны. Подробнее о команде победительницы регионального этапа КС Баскет, спортивной подготовке игроков и развитии баскетбола в школах мы сегодня поговорим с методистом информационно-методического центра системы образования Заречного Романом Федулеевым. Смотрите интервью сразу после рекламы. Только с 22 февраля по 3 марта скидки до 50% на всю зимнюю коллекцию в Ла-Ле Антилоп. Ла-Ле Антилоп. Внимание! Сенсация! Только этой зимой ставим окна бесплатно. И пап, и мам, и мальчишек, и девчонок поздравляем с Марта Фля. Дарим классные оправы только вашей пользы для. Да к новым очкам и к имиджу вам. Приходи к нам с 20 февраля по 10 марта. Оптика Пинсне. Подробности у консультантов. В караване чудеса. Дешевеет колбаса. Сахарок по ценам низким и от Черкизова сосиски. Колбаса Богородская Черкизова 300 граммов 109,90. Сосиски докторские Черкизова 129,90. Сахар 36,90. Шоколад Риттер Спорт в ассортименте 100 граммов 79,90. Акция действует с 19 по 21 февраля 2019 года. Лови момент в караване. Внимание! Последние путевки в санаторий имени Володарского за 1300 рублей в сутки. Такой цены больше не будет. Телефон 628383. Бронируйте немедленно. Как подняться на кадровом лифте Росатома. Снежинск запустит серийное производство лазеров. Турецкий блин по рецепту от Аммаша. Смотрите в среду в 20.00. Окна, лоджии и балконы со скидкой 50% от компании «Еврострой». Заводское производство. Гарантия качества. Телефон 303833. Роскомнадзор предупреждает. Приобретение сим-карт без оформления договора небезопасно. Всегда покупайте сим-карты в официальных салонах связи. Договор с оператором связи – ваша защита и безопасность. Редактор субтитров А.Семкин Новости Заречного в эфире. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях методист информационно-методического центра системы образования города Заречного Роман Федулеев. Добрый вечер, Роман. Здравствуйте. Роман, итак наша команда, школьная команда, можно поздравить с очередным успехом на соревнованиях в баскетбольной лиге «Кэсбаскет». Скажите, пожалуйста, что это были за соревнования, они еще продолжаются. Как удалось достичь такого успеха и что это вообще за команда? Ну, в этом году у нас участвовала в зональном этапе и в региональном вышла у нас команда 226-й школы. Они преодолели путь со школьного этапа до регионального. Сейчас будет у нас финал проходить привозку федерального округа в Нижегородской области с 19 по 15 марта. Изначально им пришлось пройти 7 команд из муниципального этапа. Это у нас в городе Заречном, ну, то есть из всех школ города Заречного. Потом они сыграли в финале зонального этапа, где стали из 37 команд зоны центр лучшие. И в итоге в региональном финале из 7 команд уже всех районов Пензьской области заняли первое место. Роман, а что это за команда? Это какого-то определенного возраста специально подобранные игроки? Или это ребята, ну, скажем так, обычные ребята, да, занимающиеся какими-то другими видами спорта? Или это уже такие вот, ну, не назовем профессиональными баскетболистами, потому что все-таки пока это их еще не профессия, но все-таки вот они занимаются в секции где-то или это просто ученики? Ну, вообще в этом году у нас на самом деле уникальная ситуация возникла, что команда специально под этот турнир не готовилась. То есть, когда 9 лет назад и 3 года назад наши команды выходили в суперфинал России, то есть шла целенаправленная подготовка команды. В этом году команда, как бы, как сказать-то, получилась составленная из спортсменов не только, которые ходят в секцию баскетбола, но и есть и самбисты, и легкоатлеты, то есть, но все спортсмены. Изначально они начинали заниматься в клубе «Союз». Это преимущественные игроки 2001-2002 года рождения у Волкова Сергея Владимировича. Потом по разным обстоятельствам кто-то перешел в другую секцию, кто-то занялся учебой, и в итоге на муниципальном этапе у нас в городе они вошли в призеры, и среди них не оказалось именно тех спортсменов профессиональных, которые участвуют на первенстве России и в детской юношеской баскетбольной лиге. И вот, как бы, сборная, можно сказать, разных спортсменов, школа номер 226, добилась вот этого успеха. — Роман, а что дальше? Вот если говорить о Кэсбаскет, именно о школьном вот этом турнире, что это вообще за турнир, и каким образом там наши ребята принимают участие? Вы упомянули о том, что они уже доходили до суперфинала дважды. Каким образом вот работает вся эта система? — Ну, здесь прослеживается четкая взаимосвязь образовательных организаций, именно общеобразовательных школ, со спортивной школой, с БК «Союз». То есть сейчас тренеры заходят в общеобразовательные школы, выбирают себе определенный возраст и ведут его до выпускного года. Или же наоборот, что видят учителя физкультуры, способных детей, ну, также в своей школе, и стараются классом или даже всей параллелью кого-то отобрать и отдать их в детско-юношескую спортивную школу. — Но вот эта вот команда, которая у нас теперь будет уже на Приволжском федеральном округе отстаивать честь всей Пензенской области, я так понимаю, вот эта команда, а это разновозрастные ребята или это из одной параллели набранные? — Ну, в этом году у нас костяк одиннадцатиклассники, есть три десятиклассника и девятиклассники, по-моему, тоже. То есть, как бы, вообще эта лига идет с пятого по одиннадцатый класс. То есть старшие школьники, все могут принимать участие в сборной команды школы. — Роман, скажите, а вот это что? Опять же, возвращаясь к этой команде, это такие вот... Вы уже упомянули о том, что они вот из разных спортивных секций, но, я так понимаю, они же все не родились баскетболистами, да? То есть, почему удалось достичь такого успеха, казалось бы, ребятам, которые, ну, к баскетболу, скажем так, опосредованно имеют отношение? Это некая такая общая система подготовки или, как вот вы упомянули уже, что это не специально была подготовленная команда в этом году? Что способствовало тому, что они добились такого успеха? — Ну, в первую очередь, это способствовало того, что они изначально, кто с пятого, кто с шестого класса, один или два года, кто-то из них продолжил до сих пор заниматься в детской спортивной школе. То, что они изначально увлеклись спортом и конкретно баскетболом. То есть, получили определенную школу, определенные навыки, и то, что там начали заниматься другими видами спорта, им это базовые вот эти вот навыки, им не помешали стать одной командой, собраться опять и победить. И надеюсь, что на Приволжском федеральном округе добьются определенных успехов. — Роман, и несколько слов тогда о лиге. Что это за лига «Кэсбаскет», кто там участвует, какие команды? — «Кэсбаскет» — это школьная баскетбольная лига. Организована была в 2007 году компанией «Комплексные энергосистемы». У них изначально задумка была такая, чтобы не привлекать профессиональных спортсменов. Именно чтобы школьники урока физкультуры, непрофессиональный уровень могли показать свои силы. То есть, у нас участвует в этой лиге всего 69 регионов, в том числе Пенинская область, около 18 тысяч команд девушек и юношей. — Роман, и тогда что дальше? Вот в этом году будет продолжаться эта система? Будет работать «Кэсбаскет»? Да, сейчас продолжаются соревнования вот этой команды. А что дальше? — Ну, дальше посмотрим, какой возраст у нас дальше будет подходить. Насколько я знаю, сейчас 22-я школа в течение следующего года и последующих лет будут готовить именно команду на «Кэсбаскет». Если детско-юношеский баскетбольный лиг, где у нас сейчас тоже «Заречный» участвует, будет продолжать как свое существование, и будут там чисто «Зареченские», то они могут перейти и туда. И получается, этот школьный баскетбольный лиг будет, ну, как бы других, другие будут участвовать в школе команды. — Роман, скажите, и в завершении нашей беседы скажите, а как, каким образом можно, с какого возраста начать, ну, я понимаю, что всем детям хочется все-таки выступать, да, в первую очередь. Ну, это нормальное желание. Вот с какого возраста начинать, каким образом попасть в эту команду, что нужно сделать в своей школе для того, чтобы, ну, в какой-то лиге принять участие, будь то детско-юношеская баскетбольная лига, будь то лига «Кэсбаскет», каким образом школьникам можно поучаствовать в нем? С какого возраста? — Ну, вообще, я не знаю по спортивным школам, с какого возраста в секцию принимают, не могу точно сказать. А конкретно в этой лиге они могут участвовать с пятого класса. Ну, и как бы все зависит от их собственного желания, от пример старших товарищей, которые уже на протяжении нескольких лет выходят на Приволжский федеральный округ и на всероссийские соревнования. Кто-то у нас уехал в профессиональные клубы играть. Знаю, что тренеры у нас сейчас работают и в 21-й школе, и также и в 22-й, и в 26-й продолжают вот эту вот преемственность. Во многих школах сейчас вот ввели секции баскетбол специализированные, и ребята, которые, ну, хотят повторить или достичь больших успехов, ну, как бы должны через эти спортивные секции попадать сначала в школьную баскетбольную лигу, потом уже в профессиональную. — То есть главное желание? — Естественно. — Спасибо, Роман, за участие в нашей программе, и всего вам самого доброго. — Спасибо, до свидания. — Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я прощаюсь с вами, и вам всего самого доброго, и до встречи на канале «Заречный». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова